Привет всем! Никогда прежде не делал такого видео. Оно не о путешествии, а о результатах экспедиции. Прошло два года с нашей поездки на озеро Большое Такко. Там мы собрали столько научного материала, что на его обработку уйдут еще годы. Но кое-какие результаты уже есть. Микрофлора озера оказалась очень богата диатомовыми водорослями. Их список составил почти две сотни видов. Шесть видов оказались новыми для флоры России. То есть кроме озера Большое Такко, они не встречаются больше нигде на территории страны. Но самая интересная находка — этот крохотный организм размером сотой доли миллиметра. Это диатомовая микроводоросль рода плеоценикус. До сих пор было известно девять видов этого рода. Они были широко распространены в северном полушарии 5 миллионов лет назад. Семь видов найдены лишь в древних осадках, как ископаемые. И только два вида живут в современных водоемах. Так выглядит найденный нами новый десятый вид этого рода. И третий из ныне живущих реликтов плеоценовой флоры. Мы назвали его по имени озеро. Плеоценникус Большитокинский. Большое Такко это озеро древнего доледникового происхождения. Оно заполняет глубокую тектоническую впадину. Благодаря этому озеро оказалось рефугиумом, то есть убежищем для этого реликта, где он и пережил оледенение. Находка нового для науки вида, реликта, дошедшего из доледниковой эпохи, для нас это уже большая удача. Эти сведения интересны также для ученых и следующих процесса оледенения. По наличию или отсутствию доледниковых реликтов специалисты могут судить о том, как в данном районе проходило оледенение. Впереди еще большая работа по изучению собранных на озере Большой Такой материалов. Озеро действительно уникально и возможно нас ждут еще какие-то интересные находки. А пока все. Большое спасибо за внимание.